здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на нашем виноградном канале зовут меня светлана сейчас у нас конец февраля тем не менее на улице установилась такая совсем весенняя погода конечно нам людям это приятно нас это радует мы уже соскучились по солнышку по теплу и нам бы хотелось чтобы все это случилось поскорее но сегодня мы с вами поговорим о том так ли хороша ранняя весна для растений и особенно для винограда и что нам нужно делать в случае если вот весна приходит слишком рано итак у нас конец февраля тем не менее посмотрите снега осталось уже крайне крайне мало кое-где в тенечке кое-где в низинках но в основном весь снег уже расставил даже смотрите вот скверик за нашим забором казалось бы там много деревьев и там снег практически весь уже расставил и если там вот на горочке я прошла земля еще замерз она тверда и по ней ну так достаточно легко ходить то здесь возле дома земля совсем уже оттаял ну понятно это южная сторона плюс дом все-таки хороший при стенах если бы я снимала неделю назад когда снег еще лежал было бы видно что конкретно в этой области снега уже нет потому что дом дает свой тепловой эффект с одной стороны это хорошо но в теперешнее время в конце зимы в начале весны это не совсем хорошо для наших растений вот смотрите даже покажу на примере веточки сирени видите она уже хочет просыпаться не уже такие набухшие почки но мы с вами возвращаемся к винограду конечно здесь у меня для примера только молодые посадки ну поговорим как о них так и уже взрослых кустах с одной стороны да мы хотим чтобы было тепло видите некоторые растения более ранее они уже начинают просыпаться и на самом деле это не очень хорошо почему потому что днем у нас тепло солнышко у нас тепло она хорошо пригревает но ночью отрицательные температуры и даже посмотрев вот погоду на будущую неделю минус пять минус шесть одним тоже может быть особенно на солнышке плюс пять плюс шесть может быть где-то и больше особенно вот в таких местах типа при стен очков и если бы у нас сейчас лоза была открытой чтобы происходило с одной стороны здесь уже и земля прогревается в при стенке но даже если мы берем и не при стенок лоза у нас темненько и она тепло притягивает соответственно там начинают идти какие-то процессы может даже начаться идти сокодвижение ночью приходит морозик и ну это плохо очень негативно сказывается на винограде именно сейчас у нас будет основная опасность таких перепадов к тому же мы не знаем у нас сейчас вот может быть такие небольшие колебания температур а через неделю к нам опять может прийти мороз все-таки пока что еще весне приходить слишком рано в наших условиях условиях белоруссии у нас не редкость когда в мае приходят ночные морозы а бывало что и до минус 7 а минус 3 минус 4 но это как бы абсолютно нормально а сейчас у нас еще всего лишь конец февраля и даже если нас шелозы прекрасно перенесли зиму с ее морозы то вот сейчас когда снег растаял когда начинает перегревать солнышко и приходит такая ранняя весна морозостойкость винограда очень сильно снижается и вот эти перепады температур очень опасны что можно делать в таком случае некоторые винограды и допустим они не укрывают лозы на них белят белят даже еще на землю для чего как раз таки для того чтобы вот это солнышко отражалось на и лоза не перегревалась раз второе вот сейчас если вы свои виноградные лозы не накрывали то вот видим пришло тепло пришло солнышко значит что можно сделать беленьким спонбонтик немножко прикрыть чтобы он этот самый свет отражал и перепады температур были не настолько резки ну вот что касается наших молодых кустов да они укрыты костики здесь совсем молоденькие они у нас прикопанный но я уже показывала вот там пока что земля замерзшая а здесь уже нет тем более это у меня южные капризульки итальянские сорта здесь сидят достаточно позднее поэтому не садились к дому в пристенок и поскольку здесь идет такой достаточно сильный прогрев то вот этих небольших кучек земли на самом деле именно для этих кустов мы не говорим о всех там еще земля замерзшая а вот эти могут начать расти раньше времени что можно сделать у нас есть солома и можно этой самой соломой прикрыть потому что сейчас любое укрытие это теплоизоляция она защищает то что мы укрываем как от холода так и от нагрева и поэтому можно попробовать прикрыть их соломой как раз таки для того чтобы они не нагревались лишний раз что дома и до того момента когда им следует начать расти на самом деле еще целых два месяца конечно если ваши лозы находятся под хорошим укрытием то вам вообще пока что можно отдыхать и не о чем не волноваться тем не менее если вы по осени ничего не делали и видите что приходит вот такая слишком ранее весна и их это не пару дней а уже там неделя 2 а может быть и 3 может ближайший месяц возникают такие перепады плюс минус то какие-то действия можно предпринять какие я вам сказала поверьте ваш виноград вас за это отблагодарить и особенное внимание нужно уделить тем сортам которым свойственно рано просыпаться по весне тем же аморским сортам потому что у них вегетация всегда начинается раньше при более низких температурах чем у обычного европейского винограда и поэтому вот такие вот потепления особенно когда они длятся продолжительный период они сказываются на винограде неблагоприятно соответственно и на урожай которые вы потом получите поэтому если вы какие-то небольшие действия примите то ваш виноград точно скажет вам спасибо но я с вами прощаюсь большое спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии под видео нажав кнопку счет ссылка на каталог наших сортов винограды имя контакта до новых встреч